МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире телекомпания Город. Вы смотрите информационную программу Время говорить. Главное на сегодня. Ночной пожар на улице 1-й Безбожной унес жизни пятерых рязанцев. Подробности в программе. Черный кот снова в Рязани. Танцевальный фестиваль собрал более 30 коллективов со всей России. А теперь эти и другие новости в подробном изложении. В ночь на воскресенье произошел страшный пожар на улице 1-й Безбожной, что недалеко от железнодорожного вокзала Рязань-1. Горел одноэтажный деревянный дом. Первый пожарный расчет, по словам рязанских МЧСовцев, прибыл на место возгорания уже через 3 минуты. Справиться с огнем пожарные смогли примерно за полчаса. Площадь возгорания составила более 100 квадратных метров. Пожарным удалось спасти соседнее здание от огня, но, к сожалению, жертвами огня стали 5 человек. Из постояльцев сумел спастись только один мужчина. Он сумел вылезти из горящего дома на снег. По предварительной информации, причиной пожара стала неисправность печного отопления. Вчера у нас целый день работала испытательная пожарная лаборатория, наша группа дознания. И, в общем-то, исключив все технические причины, мы пока приходим к мнению, это предварительная, повторяю, причина, неосторожное обращение с огнем. В пятницу 29 марта в Льговской воспитательной колонии прошел очередной конкурс красоты «Мисс Очарование-2013». Девушки-конкурсантки демонстрировали зрителям наряды собственной работы, свои умения рукоделия, а также танцевальные номера. Тематикой нынешнего конкурса стали образы древнегреческих богинь. Побывала на конкурсе и Олеся Харлина. Недоступная красота, таинственная мисс, красотки за решеткой. Как только не называют участниц ежегодного конкурса «Мисс Очарование», который вот уже в 15-й раз проводится на сцене ДК Льговской воспитательной колонии. Журналисты это мероприятие недолюбливают. Еще бы! Крупно не снимать, вопросов не задавать, имен не озвучивать. Только четырем из шести конкурсанток есть 18. А ведь рассказать и правда есть о чем. Это сегодня в костюмах древнегреческих и восточнославянских богинь они несут только мир, плодородие и добро. И будто не было страшного прошлого, которое привело юных и стройных девчат за решетку. В руках кружились мизы, а потом возникли образы, знакомые как будто, оттенки радуги и бабочка с трубком, и девушка, похожая на чудо. В старину таких справедливо назвали бы рукодельницами. Они сами придумывают образ, шьют свои нарядные платья, готовят творческие номера и рукотворные картины. Маленькие мисс терпеливо находят применение краскам, бисеру, крупе и лоскутам. Видимо, там, на воле, никому не было дела до их способностей. Об этом тоже не принято говорить, но большинство несовершеннолетних заключенных начинают сразу с серьезной статьи. И часто просто по глупости. Кукольные лица и яркие наряды в этом году оценивали настоящие мэтры. В первую очередь, известный театральный режиссер Вячеслав Списивцев. Он, кстати, отметил, что одну из участниц прямо сейчас пригласил бы на курс, если бы не уголовный срок. А если говорить о мастерстве, то тут, наверное, все-таки есть разница. Более или менее раскрепощены, когда будете одни, или менее другие. А вот победительницу, к сожалению, показать нельзя в силу возраста. В этом году прессу вообще не допустили к интервью с участницами. С кучей подарков и цветов богини тихо спустились с Олимпа и снова вернулись на бренную землю. Считать дни до свободы. К другим новостям. В пятницу работники Национального парка Мещерский сообщили, что с 20 апреля и в течение 10 дней на территории парка разрешается охота на боровую и водоплавающую дичь. Также определена стоимость путевок для всех любителей охоты. Подробности у Элеонора Мьянковой. 20 апреля в Национальном парке Мещерский стартует официальная охота на боровую и водоплавающую дичь. В течение 10 дней начинающие и опытные охотники будут отстреливать гусей, селезней и вальшнопов. В строго отведенных местах и по установленным нормам. Сейчас за предоставление разрешения на добычу охотничьих ресурсов занимается государственная пошлина в размере 400 рублей. Будет заниматься такая пошлина. То есть приходит человек за получение лицензии, будьте добры, 400 рублей заплатите. При этом в скором времени новая государственная пошлина будет заниматься помимо платы за путевку. Все расценки также есть на сайте Национального парка. Если брать по расценкам, то за сезонную путевку для жителей Калипиковского района это 600 рублей, разовая это на одну зарю это 150 рублей, для охотников Рязанской области сезонная 2040 рублей, разовая 360 рублей, и для охотников других регионов сезонная 3000, разовая 420. Однако на весеннюю охоту, скорее всего, эти пошлины распространяться не будут. Сам процесс взимания не разъяснен, а счет для средств пока не открыт. К другим, более культурным новостям. Сегодня в камерном зале Рязанской филармонии работники культуры отмечали свой профессиональный праздник. На мероприятии побывала Оксана Тебенихина. Ежегодно 25 марта в России празднуют День работника культуры. Ну а эта рабочая неделя началась с награждения самых активных и ярких представителей культурного сообщества нашего региона. Атмосфера камерного зала Рязанской областной филармонии сегодня была необычайно праздничной. Отшумели все праздники районные. Я надеюсь, что вы заслуженно в свой адрес получили поздравления и благодарности за все, что вами сделано на территории Рязанской области. Честь вам и хвала от всех жителей и от органов управления Министерства культуры и туризма Рязанской области. Наверное, только в нашей стране зарплата работников культуры ниже, чем у среднего гастарбайтера. Порой финансирование праздников районного масштаба бывает настолько мизерным, что сотрудникам культурных сфер приходится буквально скрести по сусекам и добавлять деньги из собственного кармана. Раз в год работники культуры награждаются правительством. Поэтому каждый уважающий себя руководитель и заслуженный работник мечтает попасть в заветный список премированных. В прошедшем году в городе Томбове на шестом пешеходном театральном фестивале имени Николая Рыбакова «Всю Россию» за роль Наполеона Александру Зайцеву присуждено звание лауреата. Попробую носить неофициальное звание «Любимся публики». Наша телекомпания присоединяется к поздравлениям работников культурной сферы с их профессиональным праздником. Тем более, что мы, сотрудники СМИ, тоже являемся своего рода представителями культурной сферы. На этих выходных в Рязанском дворце молодежи состоялся очередной танцевальный фестиваль «Черный кот». Оценила творческие номера художественных коллективов из разных городов России Ирина Ковалева. Переполненный зрительный зал дворца молодежи, бурные овации, сопровождающие каждый номер и, конечно же, зажигательные танцы на сцене. Все это 26-й межрегиональный фестиваль современного танца «Черный кот-2013». В этом году в нем приняли участие более 30 коллективов из Рязани, Рязанской области, Москвы, Санкт-Петербурга, Ярославля, Казани и других городов России. Были среди них как постоянные участники этого конкурса, так и его дебютанты. Соревновались коллективы, как обычно, в пяти номинациях – фолк, рок-н-ролл, слоу, фристайл и клубный танец. Говорить о борьбе за призовые места просто язык не поворачивается. Все коллективы, выступавшие в минувшие выходные, порадовали зрителей огромным зарядом позитива, необычной техникой исполнения, оригинальными костюмами и неожиданными сюжетами. Но все же гран-при увезла только одна команда – ансамбль эстрадного танца «Ляп-хип-топ» из Ярославля. Запомнился этот коллектив номером, посвященным памяти погибшей хоккейной команды «Локомотив». Они не просто танцевали, они проживали эту трагедию на сцене. И когда летала, бегала все перед, так же падала в садах листва, и передумать не могла земля. Хотела создать танец, чтобы он тронул души людей, и чтобы люди помнили, какая хрупкая жизнь, как надо беречь друг друга и в первую очередь думать о любимых. На высоте были все коллективы, ведь все они попытались сделать что-то необычное. Все они танцевали не только телами, но и душами. Именно поэтому этот фестиваль, как всегда, получился ярким и динамичным. И, как всегда, доставил истинное удовольствие зрителям. Ведь «Черный кот» уже давно превратился из танцевального конкурса в настоящий праздник, которого с нетерпением ждут все – и его участники, и зрители. На сегодня все. До встречи во вторник, который, как мы надеемся, будет не менее богат важными событиями, чем нынешний день. Субтитры создавал DimaTorzok